Я помню чудное мгновенье В томлении грусти безнадежной В тревогах шумной суеты Звучал мне долго голос нежный И снились милые черты И снились милые черты Шли голый бурь порыв мятежный Рассеял прежние мечты Я забыл твой голос нежный Твои небесные черты Твои небесные черты Глуши во мраке заточе Твои небесные черты Ну а то, что из ВИЦ не отпускали Шестерки из ВИЗа Три года курса гимназии Три года курса университета Их июль месяц Каникул был раз в году Первый август учебный год начинался Ну что они видят? Паузы, Красное Село И вот на самом деле они стали одной семей Пушкин не любил Любимый ребенка семей не был В Москве когда жил Там девушки младшему врачу Классу текуровать и отдали Вот поэтому Пущин береги фельменик В Ольховске, Крючаков, Матюшкин Для нее семья населел Эта семья начиналась тогда Вдалекий день 19 октября 1811 года В день основания цели И в тот день Впервые воспитали 30 мальчиков Синистих тучка с красными воротничками Они вошли в огромный большой зал Куда мы сейчас с вами войдем Здесь встали между халом Так что они встали Да, Василий Петрович Стасов, архитектор Все очень грамотно, мне кажется, сделал Чтоб деткам здесь было хорошо жить и учиться Спланировал это здание Требет дворца Екатеринского Под нужду учебного заведения Два нижних этажа занимали хозяйственные помещения Там часть профессоров лицейских жила Там на втором этаже была столовая больница Все учебные классы Располагались вот здесь на третьем этаже Ну а на четвертом ребята жили Но у каждого была своя комната В лице учились шесть лет А набирали каждые три года По двадцать, по тридцать человек Да, то есть одновременно здесь могли два курса учиться Вот Пушкин был первым воспитанником Сначала набрали тридцать человек Сам министром посвящения граф Разумовский Домашнее образование Пушкин достойно получил И Разумовский число избранных Включил Пушкина Пушкин три года проучился Еще двадцать человек набрали на второй курс То есть уже Пушкин доучился три года последние с новыми новобранцами Еще двадцать человек Вот поэтому пятьдесят комнат На четвертом этаже мы с вами пятьдесят Чтобы всех воспитанников В двух курсах разместить Вот самых первых воспитанников Пушкин и его друзей В центре коридора поместили Вот там медные таблички Вы видите над дверьми Номер воспитанника и его фамилия Тридцать табличек Там жил Пушкин и его друзья Где же табличек нет? Пустые помните Там жили младших товарищей Вот так лице было устроено А всего здесь в царском селе И все успели подготовить двенадцать выпусков С Пушкинским двенадцать В 1843 году В лице перевели в Петербург На Каменноостровский проспект Стал он называться Александровским лицем Через основательным Александра Первого И стал нашей историей в 18-м году Вот самый первый золотой Пушкинский выпуск Мне кажется, был самым счастливым В том плане, что Эти свободы, которые процветали тогда Они их застали Ведь когда были для кого изготовлены Хотели министров-чиновников Вы старостные преступники Пушкин без пяти минут такой Стал писать стихи о свободе О пущенниках Любе Кирова Штеснавской площади Ведь на карте Не разрешите свободу И Солтуков В чадрине маленькой Толике То есть Пушкинской школы Не получил Все лучше забрал Пушкинский выпуск Да, именно так все было Но вот здесь в этом огромном Большом зале Стас подпел Рекреацию Здесь в 6 утра Начинался день с молитвы В 10 вечера Молитв уже заканчивался То есть в 8 часов на сутки Так ребята каждый день вставали Учились в понедельник По субботу В воскресенье не учились Но все равно вставали рано Повторяли уроки Вообще на самом деле Вот так вот и жили Танцами и фехтованием Здесь можно было заниматься Пространство большое, огромное И только в особых торжественных случаях Рекреация менял свой облик Здесь вставили большой Длинный стол Покрывали его красным сутном Реды кресла выставляли Все те же места проходят здесь В этой пушки Через 25 лет Вспомнить этот день 19 октября 1811 года Вы помните Когда возник лицей Как царь Открыл для нас чертог Царицын И мы пришли И встретил нас куницын В приветствии Межцарственных гостей Вот поэтому Говоря из дворца Пришел император Все за стол А на столе Лежала вот эта вот Грамота Летейский устав Пожаловал император Вот давайте на пол шара В столу посмотрим На пол шара Вот он Венг Александра I Да, действительно Грамота сохранилась И вот считали Воспутником тогда Ну а Пушкину была памятна Речь Александра Петровича Ведь Куницын тогда Допустие Допустие Которое потом Вело их по жизни Он их Назвал их Да, с толпами Отечества Юноши Столпы во Отечество Сказал Куницын Какой высший сан Высшей ступени власти Вы не достигли Потом в будущем Помните Высший сан Для вас Сам гражданина Человека Своей стороны Живущего Для общей пользы Вот что важно Воспитать Такого Должен лицея А свое место в жизни Поприще Найдешь сам Пушкин Нашелся Я почувствовал Это мое В 15 лет Потому что Именно в этом зале Вы стоите на этом месте Вот здесь стоял Пушкин Восьмого января 1815 года Он как Его товарищ Сдавал экзамен Публичные испытания Проходил по российской словесности Курс гимназии Впереди Три года Курса университета Половина обучения Пройдено И Пушкин Читал свое стихотворение На экзамене Воспоминания О царском селе И приехал на экзамен Сам Гаврила Романович Державин Первый поэт России Так вот Все как один ребята Читали чужие стихи Все ведь кроме Пушкина Пушкин оригинальные стихи Читал Этим конечно не сказано Порадовал Гаврила Романович Пушкин вспоминал этот момент Вспоминал Как такое забыть то Я в двух шагах Стала Державина Голос мой отроческий Зазвенел А сердце забилось Супоительным восторгом Державин был восхищением Потом путь Пушкин будет говорить Я Державин надел Только раз жизни Никогда того не забуду Так что Тот знаменитый Со школьной скамином Из Онегина Старик Державин Нас заметил в гроб Сходя благословил Все это Единственная встреча В этом зале Вот есть особое место Особое ару Здесь приезжают С всего мира С всей страны Школьники Здесь посвящают Лицейские Выдают дипломы Да и вот И сегодня Вы сюда пришли Сюда в этот зал Где Пушкин Может быть самый счастливый Он мне до жизни испытал Вот здесь Когда стоял на этом месте И сегодня вот здесь Ну а Пушкин стал дождаться оваций У меня и скального не нашли А я Державин Делал меня Хотя он меня обнялся И может быть Пушкин сходился в своей комнате Спятался там На четвертом этаже Либо же В Блицейской библиотеке Вот тут Располагалась в библиотеке Мы сейчас Отправим сюда Мы сейчас Соберем И где сами Между ребятами считаются Около семисот с того Уходим И сохраним Уходим На полке Завальтером В Виргине Тарас В ВВРом Все вместе предстоят В частности недосуга Я часто друг от друга Люблю их отрывать Но чаще всего на ракушке Натрывал французских авторов друг от друга Французы не зря его прозвали Ребята в лицее Книги по интересам есть были По всем властям знаний На всех европейских языках книги Латинские Немецкие Французские Обязательно Вот античный танк Вы конечно не забывали здесь Греческие Латинские Изучали Где ты изучал Латинский язык Классники Классники Кошанска Греческий язык изучали Гомера Подлинники читали Аристосик Сократ Книги кстати развивали Природные способности отраков Вот книги по морскому делу Здесь Для Федора Матюшкина Он мечтал о море В дальних странах Для техники название Какие интересные Путешествия Вокруг света Записки флота Капитана Головнина Опытное оправление кораблей Отрак географ Счастливый путь С лицейского порога Ты на корабль Перешагнушь у тебя Если ты парил В морях твоя дорога О волны Гуру любимое Дитя Да Будущее Ормя Русского флота Учился с Пушкиным В честь Федора Матюшкина Назывался Мысль на Чукотке Северным льдовитым Маленький кусочек земли Названный Человек Который Хотел жить для своей страны Для других людей Открывать новые земли Жить для общей пользы Так как каждому Можно сказать Лицейских Лицейских Мне кажется Пример в одном Ставит Как Володя Вольфовский По прозвищу Суворочка Мальчик был худенький Щупенький Самый маленький из тех Суворов хотел быть военным Он На голом доске спал Посмотрите Вместо подушки Связку с негативом Положит так отдыхает Ксущий спартанец По всем предметам При этом лучший был Вообще парень золотом Старался так Вниматься Что пример многим Можно поставить Не менее усердным был Александр Горчаков Будущий канцлер России Да Два золотых медалиста Были Горчаков Два Ольфовский Ну а Пушкина Устичьегости не хватало Не зря Второе прозвище Игаза ему дали Память у него была отменная Устал Пушкин много Понятливость обладает Пушкин Но вот Когда результат Результат неважный был Ну Лучшим Пушкин учеником не был Он другим великим Своим великим именем Своих товарающих наставников Вообще понятие лицея Бессмертина навсегда Мы с вами говорим Пушкин нам подарил Наши все Никого Павса Нет Как психолог Как квитэссенция всего этого Мы с вами складываем мысли В голове Рассуждаем просто Правильно Литературным языком Существуем мы с вами Вот Он нам ответственно подарил Вот Видит По военному искусству Здесь на злобу дня Наполеона Француза в Москве Декста Наполеона Вот Здесь вот Под аркой лицея Шлипалки защищать родину свою Мы с вами над аркой находимся Под нами Большая судовая улица Да Вы помните Стекла Зарать Урать Со старшими Братьями Прощались И все науки С досадой Возвращались Завидовали Они Как это так А вот так И Кюхельбекер Парень Высокий Долголязый Мечтай Преподаватель Несовременным гигзаметром Несовременным размером Несовременным размером Сочинял Вот Представьте В 6 до 7 Здесь они занимаются Повторят уроки А в 7 утра начинаются лекции И вот с 7 до 9 Два часа лекции Только в 9 Легкий завтрак Часть булочкой Потом еще два часа лекции Ползим Прогулка Обед И опять два часа лекции Тяжело в таком режиме Вечером Подготовка Домашнего задания В 10 сон И завтра То же, что вчера Кажется Просто А на самом деле Они в будущем Столпе Отечества Как должное Все это воспринимали Глазки А они В 7 утра за лекции принимаются Давайте-ка мы сейчас С вами представим Пушкина за партой И доски Ну и веряюсь Никто не захотел бы На месте Пушкина Оказываться Особенно на математике Не стези А не конек А вот еще какой конек Вообще На самом деле Пушкина была сильная сторона Еще в лице Одна Кроме сочинения стихов Французского языка Еще В чем-то он был силен А в чем Вы сейчас Сами догадались Мы сейчас Сами открываемся Этот самый класс И ребят Сниматься начинается Сниматься 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 Просто Подарился Такое ощущение Что он там жил Да И все это знал Просто Подарился Группа такая Ни маленькая Ни каменная Ни богатая Поставительная Поэтому нам нужно Разместиться Поудобнее Между окнами Барками Здесь встанем Проходите Так Всем было удобно Походите Пока Бедных Ростников не было Чтобы всех Ну и представим Как же вы там здесь запасываете Шесть столов Падает место Пять на шесть сколько? О! Все упали в место Я прошу Если это сейчас не интересует Ах Порталской душой Облиняй нас Баскиданный Суровый Пускай Пальпотский сядет Первый И броливает Данзас Как вы не садите Да Пушкин себя по своим парам Усаживать Далее Можешь на первом парте сидеть Да Можешь вообще на любом месте здесь сидеть Кто из вас что ни подумал Все будете правы Вот расписание составил Мистер Балиновский По расписанию Как Что Как А по расписанию Да Только ассоциатив Если ты лучше ученик на этой лекции То лучше Сидишь впереди Желающий ассоциатив Школное право Шлить впереди Имеет на то право Докажи То есть Сремайтесь Как придаст пересадки Сместо на место Поэтому На первой парте Пушкин Борщикова Свояковский Максим Знаете Про российскую словесность Он говорит Лучше Я еду в лицей Знакомиться с молодым Учатворцем Пушкиным Пишут Да Жуковский Вяческий Батч Первый партнер Российная Пушкина приезжает в лицей А Николай Михайловский Роман Приехал в лицей Из Кирюков Россию Пушкин орал Он назвал Вошел в костол Парикарел Пушкин Но не остановился В своем полете Парикарел 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 Каких уроков Математика 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 Примудрость Непостижимая Наука необъятна У профессора Яков Панча Карца Пушкина Парикарел Парикарел В этом практически Математика Пушкин Выписал все Формулы Ответ На значение Волновался С ноги Надуга Переминался Карца Пуинтересовался Что же вы Чему равняется Пушкин С улыбкой ответил Нулю Садитесь на место Пушкин И напишите стихи В нем классе Нуль Такая оценка Германии не стоит ведь то же самое целом если все наоборот выше бабла дичи она сначала превосходно потом шла двойка очень хорошие просто хорошую четверг опосредственно после 4 пришел плохо нет интереса к предмету вот так вот 1 2 3 4 0 на связи на линии числа или заплаход поедине могли отчислить вот на мальчик кости гурева числе за плохое поведение по стих закончить деревку ни один игры посылающих успеваем закончишь лиц и до вере что ты спишь простисти невессонных и не подкапливаешь латырь не вступила ведь здесь лучше ученики занимались остающими чувствовал активность его развита какой ты друг какой товарищ может на тебя положиться пушкин точно науками занимался вальховский суворчик старался пусть и подспорим вот берегу давался немецкий язык он не знал руссевший немецкий барон немецкого языка пусть афридрик фонд гауншин преподавал немецкого не знал русского и свой немецкий на французку преподавал высоковерный человек заносчивый воспитанники не любили его другу берегу помогал александр горчаков и вот мы сейчас сами увидим список успеваемости в котором лучшие щеки были верхней части остающие конце списка у пушкин и выше баллов и лиц по российской поэзии по французской риторике да вот по фехтованию больше не служил до 26 двадцать девятый последний константин донзас будущий секундам пушкин надо и предпоследний на первой строчке конечно чеку варьковске они все лучшие варьковского одни и сыгуляш панец но мы представим пачка пытался наверху развивать естественно улице большую коллекцию физических приборов основал мы сейчас с вами в кабинет физики отправиться и там увидим эту ведомость успеваем социал чеки-чеки-чеки походу за полуна можно постигать совершенно наглядно перед припульс или кучей для сапки с места на место поэтому перед партией пушкин корчакова с варьковским усить заезд по российской слове братья сракошанского лучше я еду в лице знакомиться с молодым человеку отцом пушкин и ковский-язевский батюшка первый парень россии на кушкина приезжают в лице посмотрите а николай михайлович карамы приехал в лице и стрелок в россию поскольку парень корень назвали способности вот и морскому делу для федора матюшкина помещал о море дали страны эти книги название интересные путешествия в окку света записки плота капитана было не на опыта на правлении кораблей и оборудов в лицейского порога это на корабле пишем наушу тя успех парень в морях поедал в логингу и любимое литя дала будущая мяловичка плотучи в честь его драматюшкина мазал усы пустя чуть-чуть вот она теряна дали маленький кусочек не приметанного человек который хотел жить в этой стране где открывать новые земли для общей пульс так как каждый можно сказать лицесский нужно для каждого примера вставить как Володя Вальковский по прозвищу Суворчика мальчик был крутенький щупенький самый маленький стеклян а и вот ушка тоже с конца с тремя речками вот Суворчика с третий стёжки один день сортил а у Володя Валькова первый раз очень трудно в картической армии, только вот, но и по рисованию Пушкина по рисованию, Дэвид Валдан заснули Суворчика единичка, вот почему Сергей Гаврилович и учили рисованию по строку может за полгода ребенок не разу рисунку придется, поэтому в итоге получил факультативный предмет, очень показательный а может быть Киризган, вот это где мы скидываемся 1816 года, когда Пушкина было 17 лет, 0 стоит, а как писал Пушкин, 14 лет, за 3 года вот до этих вот лыбей давайте поможем, что мы сейчас увидим, грани рисунки воспитывают по личному морю, а может быть даже фигурка после лишнего лет, слава Тушенкова в лице не вырисуют как раз на многое. Пример, пожалуйста, получите пример, в рисунке. Тут террористка и террористка, веревняешься, вот вам два реставрация не вырисовывают . Собачка с 3-4 года, когда раз в классе, с кушкой с 14 лет, через 3 года, с ним вырисует д alltось, Это Петчук Константин Танзас нарисовал в 12 лет. Через те годы в 12 лет он же стоит в ноль. Никто из них не снимется быть художником. Вот сын директора Иван Балиновский этого отхангела изобразил. Или Саша Бакуин льва. Саша стал военным, не стал художником. А льва сила. Или хотел дипломатом быть с детства. Одновременно вспыхал Васильевича Лаванусова, Сергея Лаванусова. Он стал дипломатом. А в детстве и так итальянских парадашок рисовал. Как же рисовался у ворчика, который был высший балк. Володец старался. И сут вольфовского до сравнения. Смотрите, голова борцала. Как рисовать нашу лучвигов, получили высший балк. И сучками задорил. Какие таланты лицейки? Да, чтоб, наверное, как-то... Они для любого подготовят себя. В государственные деятельности здесь же они. Просто воспитываете лицей. Вот на этих клубикордах или фортепиано, мы сейчас с вами назовем инструмент, все будет правильно. Он не обидится на нас. Правда, он болеет, не действующий, уже не играет. Ему 200 с лишним. Прощальная песня воспитанников императорского лицея, тот самый гимн, который отроки пропели, когда прощались с лицеем навсегда. И Антон Дельг сочинил эти строки. Они вели их потом по жизни. Он, худший ученик поспеваемости, лучше всех выразил эту мысль, которая в сердце каждого из них была. Ему доверили написать этот гимн. Вот они как одним себе пропели за Дельгом эти строки. Девятого и семнадцатого года уходили из лицея большой жизненный. Шесть лет промчались, как мечтания, в объятия сладкой тишины. И уж отечество призвание. Гремит нам, шествуйте, сыны. Простимся, братья, руку в руку. Обнимся в последний раз. Судьба на вечную разлупу, быть может, здесь, сродни у нас. То, что они дали клятву, каждый год, девятнадцатого октября, в день основания лицея собираться вмечать святой для них праздник, не нарушали замкновение никогда. Они даже мечтали сюда вернуться, хоть во сне, хоть наяву, в свою студенческую кирюлю, в свою комнатку мечтали заглянуть. Мы же сами мечтать не будем. Мы сейчас сами воочию видим этот первый пушкинский кабинет, где он там восемь часов покойственно обретал. Ведь несколько комнат восстановлена, в том числе, пушкинская комната. Там он свою первую поэму, эту волшебную сказку стал писать Руслан Людмилов. Может, как Дмитрий Иванович во сне его таблицы Иосии. Также Пушкин во сне явился дядя Кочерномор, Вова Королевича Руслан. Мы сейчас с вами один пролет преодолев, поднимемся в лицейский спальм. Еще один пролет преодолев, на четвертый этаж подняться. Сила есть? Есть. Желание есть. Подойдем. Опять на субах приложение. Опять на субах. Опять на субах. Опять на субах, еще один вид, западался в украину, властной ководке. В 20-х годах здесь учился уже, были общественные потом, для следующего пункта. А пока, как первый самый, были отдельные ководы. А вот это толстые стены, а с ководой. Через пространство взбирали один поэтмонистанский дейчий ководок был учителся. Я с тобой сной толстый, капитальный. И два. И первый друг. И первый друг. И без сцены слова добрые. И в муку судьбу благослови. И в муку судьбу благослови. И в муку судьбу благослови. Вот полная кольца. Вот она. Моя девичестая келья. И вокруг озарилась музом ней. Открыла пыль молодых затей. Воспела детские веселья, слава нашей старины, и все трепетные сны. Здесь. И пушка потом спустя много лет с Натальей Николаевной, с молоденькой Жонкой при Старской селонке. Дерево, с Натачи поселиться. И будет приходить в лицей сюда, в свою комнату новым воспитанникам будет показывать. Снула его. Они даже провали его за руки, провали его в вашу руку по лицею. Каково было. С самым трепетом вступил сюда в лицей потом. Ну а вечера ребята сидели в своей комнате, не сидели. В паре в гостях, в чтенце им ходили. Давайте мы с вами ногами Сергея Гавриловича Чирикова ногами. А мы сам, мы спробуем все рисовать. В этой цепи была в квартирах. Пока. А тут побывали на тебя. Да, я. Хорошо. Вещи. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Спасибо.